Округ готовится к празднованию самого главного национального праздника. Первые подарки уже получили колгуевские оленеводы. Новые технологии в производстве. СПКЕР презентовал кулинарный цех по переработке оленины. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирина Цепетова. И начнем выпуск с уникальных кадров. На Колгуеве встретили необычный рейс. На борту вертолета очень важные пассажиры. 14 оленей ненецкой породы, при этом все самцы. Они прилетели на остров, чтобы остаться там навсегда. Рогатым животным предстоит восстанавливать стадо после массового падежа. Напомню, за два года на Колгуеве от голода погибли несколько тысяч голов. На остров оленей доставили по воздуху. Сама поездка скорее напоминала целую спецоперацию. За состоянием необычных пассажиров во время перелета наблюдал ветеринар. В итоге все закончилось успешно. Самцов пометили специальной краской и отпустили в тундру. Акция сама по себе интересна с точки зрения научного опыта. Вот посмотрим, все производители, вы видели, были отмечены. Сейчас они будут в стадии видны. За ними будет постоянный контроль. К середине мая следующего года мы уже точно будем знать, сколько, какой процент выжил. И если они переживут, скажем, 90-95 процентов их выживет, то это отличный результат, считаю, будет. Быков на остров Колгуев привезли ко дню оленей. Амрогатые животные были куплены у представителей семейно-родовой общины ВАРК. Более подробный материал смотрите в программе «Итоги недели». Она, как обычно, выйдет в эфир в воскресенье. Всего в местах кочевий и оленеводах в рамках празднования Дня оленя будет организовано 17 рейсов. Торжества запланированы в 12 СПК и 9 семейно-родовых общинах. Вертолетами в стойбище доставят гостей, родственников оленеводов, продукты питания, хозяйственные товары, стройматериалы, праздничные подарки и призы для участников соревнований. Празднования продлятся вплоть до 6 августа. В рамках Дня оленя пройдут традиционные спортивные состязания по национальным видам спорта и гонки на олених упряжках. Лучших спортсменов ждут медали, кубки, дипломы и ценные подарки. Ну а самым главным событием празднования станет честование победителей отраслевых производственных соревнований среди оленеводческих хозяйств. Лидеры станут обладателями денежных премий в размере 300, 250 и 200 тысяч рублей. Оленеводческие бригады-победители также получат от 60 до 160 тысяч рублей. Отдельно поощрят кочевников, которые ведут охоту на хищников, представляющих угроз для оленей. По 8 тысяч рублей за волка и 10 тысяч за волчицу. На проведение праздника из бюджета региона выделено чуть больше 15 миллионов рублей. До 50 тонн мясной продукции в год и новые перспективы в развитии. СПКЕР презентовал кулинарный цех по переработке оленины. Новые помещения уже запущены в производство. На экскурсию по второму в округе перерабатывающему предприятию отправилась наша съемочная группа. Для полуфриката необходимо, конечно, держать температуру внутри оленины, где-то минус 1-2 градуса. Тогда сохраняется качество, и сок сохраняется, и очень вкусный продукт получается. Инженер-технолог Юрий Пронин знает все тонкости работы с олениной. Много лет он работал на мясокомбинате. Новый цех СПКЕР с гигантом пищевой промышленности не сравнится ни по мощности, ни по ассортименту. Но для сельхозкооператива это большое достижение. Раньше СПКЕР продавал только мясо. Сегодня в ассортименте 21 наименование. Вся новая продукция изготавливается здесь. В цехе полуфабрикатов. Котлеты, антрикот, мясные ежики, колбасы. Готовая продукция выпускается на втором этаже. Здесь мясо будут варить, коптить и упаковывать на вакуумном агрегате. Новый цех запустится только к Новому году. А пока цех не заработал на полную мощность, новые сотрудники, обвальщики и жировщики оттачивают навыки. Среди них Иван Вылка. Уроженец посёлка Красное полтора года обучался в школе оленеводов в Финляндии. Открытие нового цеха ждал с нетерпением. Я учился в Тайваниеме. Там по оленеводству было, по забою, по переработке мяса. Поэтому всему у нас учили. Год стажировался там. Потом вот сюда приехал. Ждал, когда... Ну, в Ерве меня позвали сюда, сказали, что скоро цех откроют. И это, я вот ждал. Новая продукция Ивану нравится. Вкусная и привычная северному человеку оленина. Некоторые наименования уже поступили в продажу. Кстати, в будущем при цехе откроют оптовый магазин. Сегодня у предприятия три точки сбыта. В том, что понадобится ещё одна, руководство даже не сомневается. Другие убойные пункты стоят. Значит, это уже общежитие на 38 мест стоит здание. Осталось только сделать производственное помещение. И в 2016 году будет первый из обе производиться на новом месте. В районе Варандея. Участок называется Перцор. Новый убойный пункт – это повышение качества заготовки мяса, а значит и продукции. Ну что можно сказать? Руководитель управления АПК и торговли Сергей Киселёв отметил, такая продукция востребована будет, особенно в условиях импортозамещения. Окруженным хозяйством поступают предложения на экспорт мяса в регионы страны, где не хватает сырья для производства. Потенциал того мяса, который мы можем использовать, его качество, они не до конца у нас иногда используются, ввиду того, что хромает именно убой. Сейчас этот цикл, вводя вот эти предприятия, мы замыкаем, и у нас выстраивается стройная цепочка от прихода оленя на убойную площадку до выпуска готовой продукции. Более 15 миллионов вложений, два года работы и цех готов. Хотя главные двигатели перемен в СПК ЕРФ, несомненно, большое желание и трудолюбие. Не зря имя кооператива в переводе с Ненинского значит «хозяин». Валентина Чебичик, Роман Делимарский, телеканал «Север». Через несколько секунд об одной из самых главных тем в наших дорогах. Когда в Наринмаре появится объездная дорога и появится ли вообще? Этим вопросом задалась наша съемочная группа. 343 младенца за полгода. Ненинский округ лидирует во всероссийском рейтинге рождаемости. Управление госзаказа Ненинского округа объявило открытый конкурс ведь в часы пик единственная транспортная артерия превращается в место для руганий и столкновений. Как в прямом, так и в переносном смысле. В скором времени эта проблема может решиться. На портале госзакупок уже объявлен конкурс на перепроектирование первого участка объездной дороги Наринмара. Заказчиком выступает дирекция транспорта и дорожного хозяйства Ненинского округа. Трасса будет состоять из трех пусковых комплексов. Первый длиной чуть более полутора километров соединит пересечение улицы Полярная и улицы Первомайская с улицей 60-летия Октября. Он включает в себя мост через протоку озера Качгард. Второй пусковой комплекс длиной почти 4,5 километра протянется от улиц 60-летия Октября до автодороги Наринмар-Усинск и также подразумевает строительство моста через протоку. Третья часть объездной автодороги соединит первый со вторым пусковым комплексом улицу Рабочая. Это в этом году проектируют, сделают в декабре месяце. И нужно начать строить уже в следующем году. Соответственно, там второй, третий участок тоже кусками можно корректировать, соответственно, участками строить, в зависимости, как будет поступать финансирование. Потому что денег на всю дорогу сразу не будет, а пусковые комплексы дадут возможность запускать дорогу частями. То есть строить частями, соответственно, вводить в эксплуатацию тоже частями. Работы по перепроектированию первого пускового комплекса должны быть выполнены не позднее 20 декабря. Теперь перейдем к тому, что уже сделано в сфере дорожной деятельности. На участке федеральной автотрассы в сторону аэропорта закончилась укладка верхнего слоя асфальта. Напомню, дорожное полотно от воздушной гавани окружной столицы до Кольцевой в центре города в этом году было полностью обновлено. Сейчас дорожники доделывают съезды с основной дороги на второстепенные. Автомобилисты обновленным асфальтовым покрытием довольны. Ну, сейчас хоть нету ям, как были раньше. Можно ехать по гладкой дороге. Очень приятно, да. Молодцы ребята работают. Ну, наконец-то начали делать дороги. Хоть и днем делают, но ничего. Мы терпим. А вот приятно ездить по новому ровному асфальту? Да, так и охота разогнаться. Но нельзя. Ну, да, определенно стало лучше ездить по улице 60 лет с октября. Первомайская улица рабочая. То есть, более как-то комфортнее стало ездить, удобнее на машинах. Не слушается этот гул всех колес от автомобиля. Ну, более приятнее, мягче ездить. А качество асфальта? Качество асфальта, ну, в принципе, да, более-менее сейчас стало лучше, чем в прошлый год. Ну, как более все вот эти вот дыры, которые были, залатали. И сейчас, ну, как уже в яму не попадаешь, и как водители тоже соглашаются, то, что ям меньше стало и удобнее ездить стало. Кроме того, ремонту подвергся участок дороги по улице Первомайская. В скором времени проведут реконструкцию транспортной артерии в районе улицы Волчейского. На следующей неделе специалисты на Ринмардо Римстроя приступят к асфальтированию улиц в микрорайоне авиаторов. Асфальтовый завод, кстати, в этом сезоне используется на максимальную мощность, чего не было уже 15 лет. На предприятии уже выпустили около 8 тысяч тонн асфальта. До конца сезона специалисты на Ринмардо Римстроя планируют довести этот показатель до 20 тысяч тонн. Для сравнения, за прошлый год было выпущено лишь 1800 тонн асфальта. Причем, по словам сотрудников асфальто-бетонного завода, качество смеси намного лучше, чем в 2014. Во-первых, материалы другие, качество другое материалов. Плюс, применяем сейчас минпорошок. Ну и люди же и видят, что качество асфальта совсем другое. Это не те, что в прошлый год, позапрошлые годы принимали старый материал, отсев. Сейчас снова с Карелии идет материал отличного качества. Так что будем надеяться, что простоит хорошо. На тех участках, где полной замены дорожного полотна в этом году не будет, ведутся сезонные ямочные ремонты. На улицах Паучейского и Ленина в связи с проводимыми работами движение автомобилей затруднено. В поселке Факел готовится основание и щебня для последующего асфальтирования автодорог. Также продолжаются ремонтные работы на участке дороги на Ринмар-Лаевош. Такая глобальная реконструкция дорожной сети началась после передачи полномочий из города в округ. В общей сложности на ремонт дорог окружной столицы в текущем сезоне из окружного бюджета было выделено 400 миллионов рублей. Еще столько же округ получил из федеральной казны. Ну а сколько прослужит новое дорожное покрытие, покажет время. Ненецкий округ вновь лидирует в рейтинге рождаемости. За 6 месяцев в регионе зарегистрировано 343 младенца. За такие показатели Министерство труда и социальной защиты России включило округ в список регионов с высокой рождаемостью. Лидерами первого полугодия стали Калужская, Новгородская, Тульская, Московская области, Ненецкий округ и Севастополь. В этих регионах рост числа родившихся превысил 4%. По мнению руководителя министерства Максима Топилина, рост числа родившихся обусловлен последовательной реализацией демографических мер, среди которых материнский капитал. Ненецкий округ также отметили и среди регионов, лидирующих по показателю снижения смертности. Темпы снижения числа умерших свыше 1,5% зафиксированы в Дагестане, Тыве, Рязанской и Московской областях. В субботу в Наринмаре пройдет уникальное событие – чемпионат по дворовым видам спорта. Погонять мяч и повисеть на турниках. В субботу всех любителей дворовых видов спорта ждут на футбольном поле школы номер 5. Все во двор. В субботу 1 августа на территории пятой школы соберутся любители погонять мяч и повисеть на турниках. Там пройдет чемпионат по дворовым видам спорта. Принять участие в чемпионате по дворовому футболу заявилось 9 команд, в каждой до 15 человек. Ограничений по возрасту организаторы не делали. Погонять мяч выйдут и старый млад. Первый день станет отборочным. На поле выйдут дворовые команды лесозавода, Сахалина, Совхоза, Кармановки. По две команды с Качгарта и с города. А уже 2 августа пройдет финал. А бороться они будут, значит, за чемпиона дворового футбола города Наринмара. То есть предусмотрен кубок, призы ценные. Я думаю, что будет очень интересно. Все болельщики и гости чемпионата также смогут поучаствовать в спортивных баталиях. Там же на территории пятой школы пройдут соревнования по дворовым видам спорта с элементами воркаута и кроссфита. Проще говоря, это упражнения на брусьях, турниках. Все то, чем можно заняться во дворе. По замыслу организаторов, в первую очередь, это пойдет на пользу молодежи. Проводя соревнования по нашим уличным видам спорта, мы тем самым хотим привлечь внимание молодежи к здоровому образу жизни. Организаторы приглашают всех болельщиков и желающих стать частью одной большой дворовой команды. В субботу, 1 августа на футбольном поле пятой школы. Отборочные игры по футболу начнутся в 10 часов. В 11.20 пройдет торжественное открытие чемпионата. С начала сезона 9 человек потерялись в лесу и были найдены. Грибной сезон продолжается. Валентина Чибичек отправилась в лес с сотрудником МЧС, чтобы на месте узнать основные секреты безопасных прогулок. Андрей Валерьевич, неужели вот в этом красивом, довольно-таки прозрачном лесу можно еще потеряться? Любая природная среда, так же, как и природные явления, она представляет собой опасность, как для человека, так и животного. И как показывает практика, в данной природной среде зачастую не просто люди теряются, а некоторые даже и не находятся. Поэтому специфика проведения поисково-спасательных работ, для нас она известна. Мы ее применяем на практике и в качестве рекомендаций для населения, в особенности это в период сбора дикоросов или грибов, всячески стараемся предупредить население о тех опасностях, которые могут возникнуть или с которыми они могут столкнуться, именно находясь в природной среде. Ну какая основная причина того, что люди идут в лес по грибам, по ягодам и теряются? Ну, наверное, люди, которые... Ой, минуточку, подождите, я увидела гриб, можно я сорву? Вот так вот люди и теряются. То есть в погоне за грибами, ягодами увлекаются и... А там добычи, скажем так, тех же ягод, грибов, забыв про элементарные вещи, которые могут послужить и обеспечить безопасность этого человека. Тем самым люди сбиваются с пути, а это один из важнейших ориентиров. Дорога, к примеру, да, вот, которая вот здесь, к примеру, этих дорог тысячи, вот, а может быть и больше, да, на территории Ненецкого автономного округа и, соответственно, грибных местах. И теряются. И потом эту уже дорогу очень сложно найти. А как ее пометить, если, вот как вы и сказали, их очень много, десятки? А нужно идти по одной дороге и от нее влево-вправо искать те же самые там грибы, ягоды и так далее. Вот и все. И не сбиваться с этого пути. Может быть, еще какие-то походу ориентиры для себя. Не просто оставлять там метки, зарубки, веточки ломать. Подвязывать какие-то тряпочки. Масса всяких, да, возможностей. Ну вот, к примеру, именно таким способом какой-то грибник отметил свою дорогу. Выставил в качестве ориентира именно грибную шляпку, повесив на сук дерева. Ну вот в этом году уже есть несколько потерявшихся. Они по какой причине оказались, так сказать, в ловушке лесной? Суть-то какая, что потерялись, да, там две женщины. С ними была собака. Благодаря, как говорится, данному верному другу, который, возможно, также искал дорогу, спасатели первым делом нашли именно собаку, а потом уже хозяев со словами. Ну давай ищи где они, где. Хорошо, если с вами друг, товарищ, ну или тот человек, который ориентируется в этих местах. А если его нет? И если вы еще не подготовились к этому? То есть, ну не взяли с собой, к примеру, элементарные вещи, там те же самые спички, провиант. Не предупредили родственников, знакомых, куда вы идете, на какое время. То есть, к примеру, я буду собирать ягоды с 7 утра до 12, потом позвоню. Если меня не будет, там до 3 часов, вызывайте спасателей или обращайтесь к ним, потому что я не выхожу на связь. Соответственно, ваши же родственники будут сначала вам звонить. Берет в том районе связь, вы же тоже с собой носите телефон. Посмотрите, чтобы батарея была заряжена полностью. Итак, подведем итоги. Если вы собрались в лес, одевайтесь ярко. В камуфляже вас могут не найти из 3 метров. С собой необходимо взять запас продуктов и питьевой воды. Нож, спички, необходимые лекарства, компас, мобильный телефон с полной зарядкой. Перед подходом в лес уточните, где находятся ближайшие населенные пункты и изучите простейшие правила ориентирования в лесу. Вот так нужно ходить в лес. И грибов набрала, и не потерялась. Спасибо большое, Андрей Валерьевич. Всегда пожалуйста. Валентина Чибичек, Андрей Брылев, Мария Кравченко, Вадим Носкин. Телеканал «Север» из леса. Это были все новости от наших корреспондентов. Я желаю вам хороших выходных. Не пропустите в субботу, 1 августа в 19.30 на телеканале «Север» программу «Актуальное интервью» с Анастасией Саботович. Ее гости расскажут об итогах летней детской оздоровительной кампании 2015. А в воскресенье в 10 часов утра смотрите «Актуальное интервью» с Олегом Хатанзейским. Гостем моего коллеги стал Игорь Кисляков, исполняющий обязанности директора Центра природопользования и охраны окружающей среды. Речь пойдет о браконьерстве. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова